Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Вот и нам показалось, что многие наши размышления здесь, за этим круглым чайным столом, были бы, может быть, в чем-то интересной, глубокей, если бы мы некоторые темы обсуждали бы не с выпускниками нашего университета, уже, можно сказать, зрелыми людьми, хотя еще и молодыми, а с самими школьниками. И вот мы пригласили к нам в студию, надеемся, что встречи наши будут нередкими. Дмитрия, с которым не так давно познакомились, в этом году, но уже, кажется, успели вполне подружиться. Он... где ты живешь? Сапожки. Сапожки. Рабочий поселок. Рабочий поселок, это... рабочий поселок, это что-то среднее между городом и деревней. А храм там есть? Да. Оно тогда называется село. Или нет? Нет, сейчас рабочий поселок. А чем это отличается село от рабочих поселков? Все так говорят. Но, во всяком случае, по-моему, до революции рабочих поселков, наверное, не было. Но посмотрим, определимся. Я думаю, что если нам что-нибудь расскажешь о вашей там житии и бытии, мы определимся, что это такое. Может, это вообще не губерния, как говорил Гоголь, это столица, это сам Париж. Но, действительно, иногда в глубинке культура в людях сохраняется легче, особенно молодежи, если семья заботливая. И здесь, рядышком с нами, Екатерина. Она учится в Рязани. Рязань – это рабочий поселок или город? Это самый настоящий город, нами любимый. И Екатерина является старшеклассницей в одной из школ нашего города. Так что, как видите, собеседники живые, натуральные и носители той самой культуры, которая нам доставляет столько вопросов и проблем. Чем молодежь дышит? Чем она занимается? Каковы ее ориентиры, идеалы? Вот о чем хотелось бы и мне порасспрашивать наших молодых собеседников. Я думаю, вместе со мной и вам, дорогие телезрители, понаблюдать и, может быть, задать какие-то вопросы. Напомню, что у нас существует наш сайт душевныевечери.ру, на котором мы продолжаем разговор, начатый в студии. И какие-то вопросы, свои отзывы вы всегда можете там разместить в гостевой книге. Так вот, сегодня хотелось бы мне первой темой для нашего разговора с Дмитрием и Екатериной выставить тему идеала. Идеала для современной молодежи. Вам интересно? Почему важная тема? Святейший патриарх Кирилл не так давно обратился к архиереям, а наш владыка к нам, священникам, с задачей воспитания среди молодежи таких людей, которые были бы и образованы, и пользовались бы авторитетом у своих сверстников, и могли бы быть каким-то добрым примером и организаторами, и какого-то социального служения, и культурного времяпровождения, но вообще ориентирами каким-то нравственным. И вот я хотел бы, конечно, в чем-то вас проспрашивать. У нас такие правила игры за этим столом, что мы общаемся в простоте, в доверительности. Вы уж простите, дорогие телезрители, что я какой-то такой инструктаж прямо при вас провожу, потому что вы понимаете, что моим молодым собеседникам совсем нелегко любого из вас сейчас пригласить за это кресло. Мало кто был бы такой бойкий, может быть, там-то, конечно, сейчас на своих диванах привычных. Да, я бы все сказал, я бы молчать не стал, я бы и батюшку на место поставил, и вообще назвал бы все вещи своими именами. Ну, а знаете ли, вот сюда в эту студию зайдут люди и как-то рабеют. Но мы, дорогие друзья, все-таки особенно перенапрягаться не будем. Наша цель – это живая непосредственная беседа, для многих из нас интересная. Так вот, как думаете, Дмитрий, вы все-таки на правах юноши, должны на себя брать первый удар. На кого смотрит молодежь, кому она все-таки отдает свое доверие? Это не как депутаты, тут не надо голосовать. Ну, просто, если ты сказал что-то в классе, то много мальчиков так и скажут. Ну, у нас в основном как? Ну, все мои сверстники, одноклассники, постаршие ребята, у них сейчас музыка, музыка, вот они, музыкой сейчас занимаются, группа почти, у всех есть моих друзей, три группы у нас есть музыкальных. Три группы ваши собственные? Нет, у нас, вот, одна ребят постарше, они уже учатся в СПТУ, там, вот, другая школьная группа, а третья, вообще, они взрослые. Это в вашем рабочем поселке? Это в нашем, да, рабочем поселке. Три своей группы, и они являются какими-то кумирами всей молодежи? Ну, не совсем кумирами молодежи, ну, там много, у нас вот есть Дом культуры, и туда собираются нас послушать. Мне кажется, вообще, многим мальчикам кажется, что я научусь играть на гитаре, и моя популярность среди девочек станет вообще несравненной. Вообще, как вот позиция девочек? Это действительно серьезный критерий, что если кто-то среди нашего круга должен или хочет пользоваться уважением, интересом, то он должен что-то уметь взять, какую-нибудь скрипку в руки или ударить по клавишам, небрежно, но гармонично. Ну, если выделяться, то нужно действительно, наверное, что-то делать, чтобы на тебя обратили внимание. Вот Дмитрий сразу говорит, у них вот в городке есть три ансамбля, и во многом те, кто там состоит, являются предметами всеобщего внимания. Есть еще другие более популярные ребята, которые бы не играли в этих группах? Ну, да, есть кто-то там, у кого-то большие достижения в спорте, в лыжах, например. Да, к ним тоже стараются быть на них похожими. То есть те, кто уже составляет средний школьный возраст, если же появляется в школе тот, кто известен, как побеждал он на каких-то районах, соревнованиях. Да, то вообще стараются прям как быть похожим на него. Интересно, вот просто связи, ну, сейчас еще вернемся к музыке, наверное, но вот это физическое здоровье, оно все-таки связано, и вот эти спортивные победы с возможностью личной независимости. Потому что если рассуждать все-таки по физическому здоровью среди мальчиков, то, по идее, вспоминаю какие-то самые невежественные годы школьного возраста, такое обсуждение, кто кому даст, в смысле физической расправы. Этот ему даст, а этот этому не даст, вот, этот всем им надает. В отношении спортивного авторитета все-таки речь идет о том, что он физически независимый, или потому что именно он, пускай он даже в шахматы, но он всех обыгрывает, он будет достоин уважения. Да, он будет достоин уважения. Потому что не только, вот, если он всем надает, то он будет крутой. А тот, кто всем надает, может быть, все-таки, вообще, сейчас мы сразу обозначим разные темы, разные направления таких современных интересов, а потом уже будем из них отцеживать что-то полезное. Значит, мы берем музыку, берем успехи в каком-то направлении, и плюс, вот, через физическое, пускай он там нигде не соревновался, но умеет хорошо драться. Раз мы уже об этом упомянули, есть ли такие ребята, с которыми, которые, или это авторитет сомнительный, такого, вы учитесь все-таки в простой школе, у вас не какой-то специальный православный класс, это обычная школа, каких много. Ну, а вот эти дрочливые способности, так-то, все-таки, особенно для мальчиков, они составляют существенный элемент приобретения веса, влияния. Не замечал бы, да? Нет, точно не знаю. Вот это, кстати, очень приличная, симпатичная сторона культуры сельской, где, в общем-то, главный дрочун вовсе не является главным уважаемым человеком. Вернемся тогда к музыкальным нашим авторитетам. Тогда путь популярности в среде молодежной, занятий музыкой достаточно, да? Ну да, у нас отлично так. А у тебя, если, ну, не обязательно, на личности вы так всегда знаете, что в нашем кругу вы можете говорить то, что вы считаете нужным. Мой вопрос для вас не вопрос прокурора, вот, тем более, ну, понятно, что мы помним о том, что у нас аудитория большая телевизионная, поэтому кое-что нам и скрывать-то нечего, да, вот живу, учусь, вот занимаюсь, тьём-то там, куда-то поступил. Ну вот, Дмитрий, всё-таки твоя как-то история, ну, если это всё-таки тебе покажется удобным отвечать, занятие музыкой, была вызвана как-то недостатком какого-то авторитета, или ты хотел сам на кого-то быть похожим? Ну, у нас просто всегда в школе, когда я учился, вот, перешёл в школу, в другую, в первую, вот, и у нас там всегда, когда, это, мимо, этот зал проходил, вот, там всегда барабан долбили, всё, это мне интересно было, всегда хотел туда заглянуть, вот, около двери стоял, так вот, в окно смотрел, что там интересно у них, вот, и потом, когда они выступали, я на них вот смотрел в первых рядах, вот, так вот, интересно очень было, а потом вот, когда стал постарше чуть-чуть, вот, начал уже пробовать свою группу собирать, играть, вот, у нас сейчас всё получается. Прекрасно, я бы сказал, круто. Так. Вот, каждый раз на наши репетиции приходят девчонки, вот, так вот, на нас смотрят, там, телефон достану, так вот, все начнутся. Интересно, значит, у вас уже есть круг своих, ну, если можно так сказать, по-молодёжному фанатов, которые не пропускают ваши выступления. Ну, да, спрашивают, а в какое время вы там начинаете, когда там уйдёте? Я вообще-то помню, конечно, мы тоже в советской школе, ансамбль наших старшеклассников, ну, тоже как-то, как небожители воспринимали, что-то для нас было великолепное. Ну, а вы со своей стороны, в своём творчестве пытаетесь тоже кому-то подражать? Вы воодушевляетесь всё-таки какими-то идеалами со стороны, из телевизора? Ну, да, чуть-чуть есть такого, что похоже быть на одну, и в то же время хочется вот своё сделать, чтобы там больше не подражать там кому-то, а вот свою, правда, по-моему, такую. Своя какая-то линия, свой стиль. Да, течение. Интересно. И это действительно довольно короткий путь к тому, чтобы вот это желание юношеское, ну, не быть незаметным, что-то представлять из себя, как-то удобно реализуется. Но музыка же не занимает всего пространства. Существуют ли другие источники или поводы для уважения? Какие бы, кроме музыкального или спортивных достижений, например, учёба? Мне кажется, в наше время как-то люди, которые хорошо учатся, не особо пользуются авторитетом. А почему им, чтобы хорошо учиться, надо слишком лебезить или выстраивать отношения с учителями, как бы зависимые от них? Почему так? Ну, мне кажется, в каждой школе это индивидуальный вопрос. Ну, просто, может, у молодёжи ставят другие ценности, и люди, которые хорошо учатся, как-то сейчас не особо ценятся. Ну, вообще, такая проблема есть, справедливо, Катерина. Мы в нашей гимназии, обсуждая это на педсовете, даже так решили отличником, может, меня, конечно, не все поддержат, педагоги или священнослужители, но мы решили отличником платить стипендию. Не каждый месяц, но за четверть платить стипендию. Ну, то есть какая-то определённая денежка. Что цель была? Ну, как-то поощрять, знаешь, для того, чтобы их выделить, чтобы подчеркнуть, что они нам очень дороги, что, конечно, с их стороны требуются усилия, немало усилий, чтобы учиться на все пятёрки, но мы, со своей стороны, очень ценим это, и понятно, что те, кто хорошо учится, эти деньги во вред не будут, они вряд ли их истратят на сигареты или на энергетические напитки, потому что тогда соображение будет гаснуть. А понятно, куда-то на что-то есть, на тот же телефон, мало ли, что хотелось бы так вполне независимо иметь, не обременяя семейного бюджета своими. И вот мы как раз думаем о том, как повышать авторитет отличника. А как это можно было бы с вашей стороны? Можно было бы ещё что-нибудь сделать, кроме, например, финансового стимулирования? Если будут тебя вешать на доску, у вас есть доска почёта в школе? Нет. Нет, у вас? Есть. Вы висите на ней, нет? Ну да, есть там иногда, только её иногда выставляют, показать, а потом ещё... У нас в спортивном зале в школе есть больше такие спортивные достижения, а таких вот... Да, вот такая тоже у нас есть. Ну да, потому что, по-моему, такой иконостас школьный, по-моему, как неловко было бы висеть, если бы тебя повесили в школе, как-то рады бы? Да, всё бы потому, что пальцем тыкли в мозг. Я застремляюсь ответить. Хорошо же, но согласитесь, что, вероятно, в сапожке, может быть, и висят у некоторых девушек, а то, может, у ребят, у школьников младшего возраста фотографии вашего ансамбля, но чаще всего это всё-таки будет исключением. Чаще всего вывешиваются над детскими кроватями какие изображения? Есть у вас какое-нибудь общее наблюдение, если так, маленький социальный, даже не опрос социологический, а анализ провести, кто кого чаще всего встречали на стенах в домах, квартирах? Несмотря, наверное, какого возраста люди. Ну, мы имеем в виду проблемы, конечно, уже тинейджеров, то есть 12 лет, 14, 15. Вот самое время, когда человек может быть переориентирован ужасно отрицательно. Во что воплощаются, в какие изображения вот в этом возрасте, в таком сложном? Или ты скажи тогда, если замечал бы, что у 12-летних одно, у 15-летних другое же. Нам было бы очень интересно услышать такого рода наблюдения. Мне кажется, это больше какие-то постеры музыкальной группы, которые человек слушает. А это, мне кажется, губы индивидуально всё-таки. У всех своя палитра. То есть нельзя рейтинг популярности. Но существует же всё-таки. Горячая двадцатка, горячая десятка. Нет, но это уже, мне кажется, совсем маленькие дети вешают. А сейчас уже более такое. Да, я тоже, по-своему, не замечала, да, что... То есть сейчас у наших сверстников чистые стены дома, дорогие телезрители. Если будет лжесвидетельство здесь, то вы, пожалуйста, нам сразу сообщайте. Потому что я-то что-то подозреваю, что не совсем так. Я немного вспоминаю домов, где приходилось бывать священнику, чтобы... А вот это комната нашей лялечки, нашего Гошечки. Там какие-то монстры, саблезубые, свастика. Неужели этот ласковый мальчик, Гошечка, спит под этими монстрами, и они ему не снятся? Да, спит он у нас плохо. А что он на ночь слушает? Вот их и слушает. Вот их рев в этих динамиках. Это гораздо чаще, чем ты увидишь какую-то чистенько прибранную комнатку с иконой Богородицы, особенно если это девочка-спаситель. Вот, наоборот, как раз, всякого рода какие-то... Ну да, это не разрешает, и это еще интереснее ребенка. У нас-то, я знаю, что в пионерских лагерях вот этим летом был, интересовался, в связи с нашим лагерем, лагерем «Пронюшка», который приходилось организовывать, там выяснилось, что в пионерлагерях, в детских, сейчас не пионерских, наверное, называют, запрещено вешать на стены изображения, потому что заклеивают все, всякой грязью, всякими безобразиями откровенными, полуодетыми какими-то исполнительницами. Да, 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 это самое. В «Пронюшке» все равно ранетка вешали. Так все-таки вешали. Или это только в «Пронюшке», только в православном лагере? Это дети достаточно младшего возраста, 10-11 лет. 10-11 лет. То есть они воспитываются на «Ронетках», на идеале «Ронеток» до 11, а потом что с ними происходит? Потом у них разочаровывается, у вас «Ронетки» не висят? Нет. Не висят? Ага, ну это... Вы все-таки оригинал? Или это нормальная ситуация для ваших? Мне кажется, это нормальная ситуация для моего возраста. Чем они берут? Вот нам что интересно, если они способны стать авторитетом, мы не способны, батюшки. Но, тем не менее, «Ронетки» у всех, почти что. В чем они берут? Ну, мне кажется, они все-таки, поскольку они молодые, они как-то ближе к молодежи. Потому что я лично не знаю подростков, которым был бы кумиром, там, допустим, тоже Михаил Боярский. Ну да. А скажите, наши рязанские отличаются ли в своих пристрастиях дети, школьники, например, московских или европейских? Есть ли отставания? Ну, мне кажется, не столько отставания, может, они не настолько испорчены, как московские все-таки. Московские испорчены? А какие признаки испорченности? Ну, у меня есть подружка, она там учится по рассказам, там все-таки достаточно более жестокая такая среда. В школе? Да. Ну, в чем это может жестоко спроявляться в каких-то личных отношениях, в травле? Ну, да, именно в этом. То есть то, что в сериале «Школа» показано? Неуважение к старшему. Это в Москве больше, чем в Риме? Ну, отчасти, да. Более отвязные люди. Тогда что ж, давайте идти путем, нам же все-таки интересно в завершении нашего разговора выходить к каким-то результатам. надо для того, чтобы стать кем-то заметным, авторитетным для окружающей молодежи, что-то делать очень хорошо. Да, нужно чего-то достичь, чем-то выделяться. И выделяться, по большей части, наверное, все-таки хорошим. А бывает ли так, что, как Шапокляк поет, кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя? То есть, то, что именно через порог человек становится более авторитетным, более уважаемым. Ну, опять же, авторитетным для кого? Ну, для людей, склонных к такого же образу. Для них, может быть, да. Для них, может быть, да. Но мы не договорили про те же раняты. Так они чем так хороши? Хотя бы для 11-12 лет. Тем, что у них, я знаю, одежда у них не 19 лет. Вызывающая, да. Не вызывающая, да. Более раскованная, стеснительная у девочки, может быть, хотят быть на них похожи. Ну, а почему? Это, опять же, стремление к тому, чтобы преуспеть в какой-то порочности. Ну, да, наверное. Все-таки вот мы с вами пока не можем найти баланса. Большинству нравятся те, кто отличается своей распущенностью, такой независимостью, свободой, вольностью. А при этом все-таки в коллективах больше уважаются те, кто отличаются какими-то, ну, скажем, действительно добродетелями. Хорошими, конечно. Хорошей учебой, там, особыми способностями. Именно к ним прислушиваются. На них хотят быть похожи. Ну, коллективы ведь тоже бывают разные. Ну, а что, бывают просто решительно сориентированные на какого-то агрессивного человека? Ну, такие бывают. И тут главное не попасть в дурную компанию, что ли? Ну, это тоже важно. Ну, что ж, друзья, вопрос нелегкий, но очень признательно нашим собеседникам, что они не утаили от нас свои соображения и для нашего первого общения были вполне живыми, искренними. И мы очень признательны, Дмитрий и Екатерина, что вы относитесь все-таки к той части нашей молодежи, которая не прячется совершенно в свой домик, как улитка, в ракушку, а все-таки согласились милостивно пообщаться с нами, обсудить такие, ну, сложные, болезненные для молодежи вопросы. И, хоть, может быть, мы и немного света пролили на эту проблему, как сделать авторитетным для молодежи то, что хорошо, и отбивать их от дурных авторитетов. Но кое-какие, думаю, очень здравые мысли прозвучали сегодня. Благодарю вас, дорогие друзья. Храни вас Бог. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok